Приветствую! Сегодня мы поговорим о пулемете на керосине, который, наверное, являлся первой попыткой применения жидкого метательного вещества, или, проще говоря, жидкого пороха, в огнестрельном оружии на территории СССР. Сам принцип действия жидкого метательного вещества довольно прост. Топливо под давлением догнетается в камеру за снарядного пространства. В результате сгорания возникает давление, которое приводит снаряд в движение. Но на практике применение данного метода вызывает ряд проблем и трудностей, которые не решены до сих пор. Но вернемся к нашему пулемету. Во время Великой Отечественной войны сотрудники авиазавода номер 468 были эвакуированы из Москвы в поселок Билимбай, который расположен в 60 километрах западнее Екатеринбурга. А летом 1942 года инициативная группа инженеров, окончивших механико-математический факультет МГУ, приступила на добровольной основе к поиску средств значительного увеличения дульных скоростей, а следовательно бронебойности пули снарядов. Изначально инженеры прорабатывали возможность создания электропушки в виде двух соленоидов. Но потребные мощности, вес и размеры выросли неприемлемо, и идея электропушки была отклонена. Следующим на очереди была попытка создать аналог немецкого Пау-3. Конечно, о существовании данного оружия возмездия инженера не знали, но были в курсе старые идеи пушки с дополнительными коморами на стволе. Но расчеты также были неудрешительными, и идея была заблокирована. По стечению обстоятельств, авиазавод номер 293, где тогда создавался БИ-1, первый ВСР-истребитель с жидкостным ракетным двигателем, был также уэквирован в близ поселка Билимбай. Испытание этого самого двигателя и услышали инженеры. Это и навело их на мысль использовать в огнестрельном орудии вместо пороха топливо-жидкостных ракет, с непрерывным впрыском в него в заснарядное пространство в течение всей продолжительности выстрела. Идея была привлекательной тем, что удельная энергоемкость известных жидких смесей, например керосина с азотной кислотой, значительно превышала энергоемкость пороха. Но возникла проблема впрыскивания жидкости в пространство, где давление достигало нескольких тысяч атмосфер. Используя материал из книги Бриджмана «Физика высоких давлений», в которой описано устройство для опытов с жидкостями, находящимися под давлением, была придумана схема подачи топлива в область высокого давления с силой самого же этого давления. Произведенные расчеты дали обнадеживающие результаты. Довольно быстро были изготовлены чертежи жидкостного автоматического оружия. А благодаря тому, что один из авторов изобретения был директором и главным конструктором завода, опытный образец довольно быстро запустили в производство. За основу был взят готовый ствол диктеревского противотанкового ружья калибром 14,5 мм. Из-за отсутствия штатных пуль ПТРД были сделаны самодельные, из красной меди. Первое пробное испытание было произведено 5 марта 1943 года в самодельном тире. Должна была последовать автоматическая очередь выстрелов, равная количеству пуль, вложенных в магазинную коробку, но не последовало. Произошел лишь один полноценный выстрел. Оказалось, что столбик пуль в стволе подвергся такому давлению газов со стороны заснарядного пространства, что заклинил на механизм автоматической подачи пуль и системы подачи жидкого топлива. Пуля из красной меди первого жидкостного выстрела пробила 8-мм стальную плиту и застряла в кирпичной кладке, в которой была присоединена плита. По диаметру пробоина значительно превысила калибр пули и имела со стороны удара явно видимые на фото венец выплеска стали навстречу пуле, которая деформировалась в грипп. После этого испытания были попытки стрелять из ПТРД унитарными патронами, снаряженными вместо пороха жидкими компонентами горючего и окислителя. Долгое время стрельбы проводились самодельными медными пулями, но с возвращением завода из эвакуации летом 1943 года в Москву, инженеры получили достаточное количество штатных патронов противотанкового ружья. Теперь вместо 32 граммов штатного порохового заряда, в патронах использовался заряд из 4 грамм керосина и 15 грамм азотной кислоты. Стрельба по бронеплитам бронебойно-зрыгательными пулями дала результат пробития в 45 мм. По результатам стрельбы был составлен подробный отчет и отправлен Сталину. Результатом стало межведомственное совещание в наркомате вооружений. Одним из решений было предписание предоставить рабочие чертежи техусловия на изготовление опытной установки для изучения внутренней баллистики. Прошли годы, изобретатели даже приглашали на защиту нескольких диссертаций по сопряженной теме жидкого метательного вещества, но на этом все и закончилось. Что касается современного применения жидкого пороха, то в США большое внимание уделяется разработке ЖМВ для самоходных галбочных установок. Министерство обороны заключало контракты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по этой теме. В Великобритании также производились работы в данном направлении, но по слухам в настоящее время программа закрыта. Были наработки и в Германии, но современный статус, как и у России, неизвестен. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, пока!